Друзья, всем привет! Жука Виталь на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу. Сегодня в студии, пока не в своей. Моя еще в процессе ремонта. Думаю, еще месяц-два, и мы с вами в нее переместимся. Давайте по курсам. Мой прошлый прогноз в очередной раз отыграл, и мы с вами увидели эфир по 128 долларов. Будет ли продолжение падения, или все же с этих точек уже есть смысл закупаться, мы с вами разберем чуть позже. Но вначале давайте рассмотрим биткоин. На самом деле, несмотря на то, что я прогнозировал эти движения, и мы с вами идем прям как по нотам, эти движения, они не очень хорошие. Причина заключается в том, что мы сейчас, объективно, пробивая 3600, уходя на 3400, это наша будет последняя поддержка. Если мы будем пробивать 3400, на самом деле, вниз нас уже ничего не держит. Уровень 3200 не делает ретеста, поэтому сказать, мощная ли эта зона поддержки или нет, довольно проблематично. Но лично я думаю, что 3200 тоже отыграет как поддержка, но давайте пока не будем рассматривать этот вариант. Слишком уж это желанная для многих цена, там 3200 и ниже. Лично мое убеждение в краткосрочной перспективе то, что нам даже не дадут увидеть 3400, то есть минимум, который мы сейчас увидим, это будет 3500, 3600, и опять нас отправят в зону 44200. Но почему же я рассматриваю в данный момент все-таки небольшой еще поход ниже? Причина довольно проста. У нас на уровне 3600-3700 открыто большое количество лангов. Эти ланги надо немножко спилить. Показать людям то, что мы с вами продолжим падение, соответственно, сделать так, чтобы количество шорт-позиции увеличилось, ну и там уже сделать, ну хотя бы внутри колобального канала отскок к уровню 4000 долларов. По крайней мере, ситуация мне на данный момент видится так. Плюс хотел бы обратить ваше внимание, что несмотря на то, что я ожидал вот этот отскок внутри канала вниз, все-таки фундаментально он не подкреплен, и это спекуляция. И рассматривать данную ситуацию как разворотный паттерн, ну мне кажется, не совсем верно. Для тех, кто не смотрел мои прошлые выпуски, напоминаю то, что глобальная зона накопления у нас находится на уровне 3200-4400, и пока что на самом деле биткоин у нас находится во флете. То есть нету какого-то роста, нету какого-то падения. Запомните, рост и падение мы с вами можем утверждать, что он есть, только отталкиваясь от тренда. Тренда сейчас как восходящего, так и нисходящего нету. И по моему мнению, по главному активу мы сейчас видим исключительно фазу накопления. Покупать ли актив сейчас или все-таки ждать более низких цен? Смотрите, если покупка идет на долгосрок, то в принципе можно купить, потому что уровень 4000 долларов мы с вами в любом случае увидим. Если у нас идет покупка для торгов, то на самом деле надо было покупать вчера. Там были довольно неплохие просадки, и уже сейчас бы эти трейды были плюсовые. Но в любом случае уровень 3800 мы с вами должны оттестировать снизу вверх, но это будет после того, как мы оттестируем 3600. Соответственно, если мы с вами пробиваем 3600, ни в коем случае вообще никаких действий не делайте. Мы должны смотреть, насколько увеличатся объемы. На данный момент объемы уже снижаются, то есть что дает мне сказать, что мы еще буквально немного упадем и опять пойдем в рост. Поэтому соображения по битку такие. Глобально мы сейчас находимся в зоне накопления. Локально мы тестируем уровень 3600, дойдем до него, вероятнее всего нет. По эфириуму от продажи на уровне 137 долларов я частично перезашел по цене 130 долларов. Поставил ордера 125 и 120 долларов. Вероятнее на уровень 115, до уровня 115 мы не дойдем. Причем я поставил, знаете, даже как я и поставил не 120, а 122, потому что даже думаю к уровню 120 локально, там в краткосрок мы не должны с вами дойти. Уровень продажи у него внутри канала, то есть это от уровня 140 до 150 плюс-минус. Это если рассматривать локальные трейды. Теперь по поводу вот этих вот хардфорков. Насчет Константинополя, несмотря на то, что многие со мной не согласны, я пока что еще думаю, что опять все же его перенесут. Но я хотел бы сказать вот хардфорки, которые типа будут монеты. Сегодня как раз должен быть последний этот хардфорк. Первый уже оказался скамом, но вы не обольчайтесь. Второй будет точно таким же скамом, а если и не будет скамом, то эта монета не будет стоить ничего и буквально первый же день-два торгов будет продана в ноль. В данной ситуации рассматривать форки серьезно не стоит, потому что смысл форка заключается в том, чтобы не выпустить точно такую же монету. А взять актив, который был хорош, и так как нельзя его улучшить вот внутри в софте, перевыпустить новый актив такого же плана, который будет там намного лучше. Поэтому, что касается эфириума, сейчас я его по чуть-чуть подхватываю, уже немножко подхватил. Думаю, еще должен чуть-чуть просесть он. И, по крайней мере, короткий трейд должен быть плюсовой. Тем более, несмотря на то, что я не очень-то в это верю, все-таки вероятно, что у нас может быть этот Константинополь. Константинополь в любом случае двинет курс. На 5 долларов, на 10 долларов, но в любом случае двинет. Поэтому вероятнее всего то, что я его сейчас дозакупаю, решение верное. Поэтому, друзья, соображения по курсам такие. Если кратко резюмировать, локально, краткосрочно, все-таки еще небольшой откат я ожидаю. Но, думаю, те уровни, которые мы с вами можем наблюдать на данный момент, будут уровнями, с которых пойдет все-таки некая коррекция к верхним точкам сопротивлений. Разумеется, я говорю о локальных движениях внутри канала, а не о Тузамуне, который многие ждут. Если смотреть среднесрочно или долгосрочно, все-таки я ожидаю похода к уровню 3.400. Надеюсь, что этот уровень мы с вами все-таки отстоим. По крайней мере, этому есть логичное объяснение, то, что многие, кто не зашел по 3.200, там 3.400, у них такой синдром, то, что не успели, не дозакупили, и там будут довольно неплохие объемы на покупку. Мыслями своими я с вами поделился. Не забывайте, что лучшая благодарность автору – это ваш лайк и подписка. Соответственно, обязательно, обязательно пишите свои мысли в комментариях. Будем общаться, будем обсуждать. Также мои ордера вы можете найти в нашей группе ВКонтакте. Все ссылки вы можете найти в описании. До встречи в следующем видео. Работаем!